я марина крымова и мы продолжаем наше путешествие в неизведанную карму сегодня я предлагаю вам подумать об отношениях и о желаниях и о расстояниях почему у одних получается исполнять свои желания а у других нет не получается ну почему же так ищите вы себя ответы в интернете в книгах ходите на тренинги по исполнению желаний все равно почему то не получается а у других получается давайте разбираться тогда человек пытается сдвинуть что-то очень тяжелое что-то очень тяжелое давящее он делает правильные действия он делает правильные действия старательно как научили на тренингах а потом силы заканчиваются потому что что-то очень тяжелое так не двигается в результате человек опускает руки и идет удар по тому же самому тяжелому и больному в карме есть растяжение во времени ты применяешь силу ты делаешь усилия которым тебя научили на тренингах ты делаешь ты старательно тянешь груз жизни накопленный годами но в какой-то момент ты видишь что все равно все по-прежнему и ты опускаешь руки и больно бьет под тем же самым процессом это вообще больше ничего не хочешь тянуть потом через некоторое время ты опять пытаешься сдвинуть груз накопленных проблем ты тянешь 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 и в какой-то момент натяжение кармы может рвануть и либо ты получив удар от кармы больной удар убежишь от своих проблем либо ты вновь все бросишь и опять удар по проблемам что же делать проблемы сила натяжение кармы и в какой-то момент проблемы начинают двигаться как будто бы догоняют тебя потому что сила инерционного потока и натяжение поля и проблемы начинают догонять тебя с кармой так нельзя никакого форсажа так нельзя почему люди решившие расстаться бывшие когда-то в отношениях связавшие друг друга обязательствами отношениями люди решившие расстаться пытаются уйти в разные стороны а у них не получается их вновь притягивает у них не получается их вновь притягивает притягивает но не на близкое расстояние не развернув друг другу лицо а всего лишь возвратно поступающие движения многие люди не могут развязать такие отношения это карма говорят различные экстрасенсы карма вам надо отработать что отработать давайте разбираться мужчина и женщина каждый со своими желаниями каждый со своим внутренним пространством если они легкие они могут сосуществовать друг с другом если их желания легкие они даже будут на электризовываться и мы знаем мы в детстве играли с шариками и помним как шарики на электризовывается друг от друга они летят одновременно вверх они кружат вокруг друг друга и если делать легко они не падают они не взрываются они не лопаются если делать легко если желания друг друга начинают до давить друг на друга и и вот уже выскальзывание если желания друг друга начинают давить сильно друг на друга неустойчивая вибрация постоянная вибрация постоянное движение с выскальзыванием очень сложно удержать такую пару нельзя давить желаниями друг на друга и если партнеры продолжат давить друг на друга да еще и остро сильно принципиально мы знаем что произойдет с таким союзом мы просто знаем что произойдет если я вцеплюсь сильно в своего партнера а партнер вцепиться сильно и будет давить на мои желания что произойдет в общем то вы уже предполагаете что произойдет с этими двумя шариками но в любом случае если прекратить давление что происходит дальше партнеры каждый своем легком полете эти шарики больше не встретятся но это вопрос о шариках приблизительно те же самые законы действуют и на людей давайте разберемся с желанием желание желание человека которое он создает носит в себе желание а вынашивается правильно вынашивается увеличивается в объемах и если с этим желанием сосуществовать легко то реализация желания все-таки произойдет если ты не оставишь это желание если ты наигравшись бросил свое желание нет она не исполнится а многие люди стараются удержать свое желание чтобы оно реализовалось пестует лелеют его делают всевозможные действия энергетические в основном делают вроде бы все правильно но бездействуют по пути рационального движения к исполнению цели вот здесь бездействует но пестует энергетические психологические всякие всячески правильно делают действия да желание есть продолжает быть и в какой-то момент накапливается эффект ожидания такой что начинается истощение мы знаем прекрасно что будет с этим шариком и если его не поддувать он со временем сдуется но иногда у людей заканчивается терпение и происходит вспышка как стрела и происходит все не надо мне никаких желаний никуда я не буду ходить ни на какие тренинги ни на какие действия оставьте меня в покое жил и буду жить так без вас без ваших советов без ваших исполнений желаний что мне дано то само в моей жизни появится дескать судьба меня и под лавкой найдет да все это так судьба тебя конечно и под лавкой найдет но в основном веником и кочергой я буду очень рада если я примерами наглядными помогла вам улучшить отношения в мире собственных желаний в мире собственных действий в карме отношений под этим видео есть вот такой знак жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео дальше будет интересно